Всем привет! Всем привет из Канады! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня к вам, девочки, с отчетом о своих покупках в Массимо Дути. Вы все со мной были на примерках. Ну, все не все, но были. Некоторые из вас точно. И видели, что я там примеряла, и видели, какие там хорошие вещи, как я там билась в эмоциях, что как это уйти, невозможно уйти, надо что-то купить, невозможно оставить. Такие хорошие вещи за такие цены. И я, конечно же, не ушла с пустыми руками, я ушла с мешочком вот с этим. Вот с этим. Я хочу вам показать эти вещи, но на самом деле вы их видели. Вы их видели на моих примерках, поэтому я вам еще раз их покажу. Где-то, наверное, сбоку примерю. Не буду уже там специально примерять, потому что вы видели это в примерках. Но у меня есть история, поэтому я не просто так записываю вам, чтобы показать эти вещи. Я показываю вам, потому что у меня есть интересная история про эти вещи, про цены, про то, как я купила некоторые из них. И давайте я вам начну рассказывать. И давайте начнем. Давайте начнем с этого свитера. Если вы помните этот свитер, Кашемир, мы с вами смотрели его состав. Он 95% шерсть, 5% кашемир. Очень достойная вещь, прекрасный цвет, хорошая длина. И он очень удобен тем, что он очень-очень может ко всему подойти, потому что у него такой цвет нейтральный. Значит, стоил он 99 долларов и сейчас он стоит 29. Я не знаю, вам видно или отсвечивает. Ну, в общем, короче, на этикетке написано 29.90. Я очень обрадовалась тому, насколько это хорошая цена для такого состава, для такой вещи свитером. И понесла его на кассу. На кассе девочка-кассирша, пробивая свитер, я увидела на кассе, что он стоит 39.99, то есть на 10 долларов дороже. Я говорю, слушай, а вот на этикетке написано 29.99, как бы, что такое? И у нас, знаете, у нас такой закон в Канаде. Практически во всех магазинах, ну, в таких серьезных магазинах, если на этикетке стоит цена, и если даже цена этой вещи больше, чем то, что написано на этикетке, то вам должны ее продать за ту цену, которая есть на этикетке, потому что, как бы, это защита прав потребителя. Вы взяли эту вещь, вы примеряли, вы увидели цену, вы решили, что вам подходит эта цена. И тут вы приходите на кассу, бац, она там получается на 10 баксов или на 20 или на 30 дороже, и это несправедливо. Поэтому у нас здесь считается, что вещь продают по той цене, которая стоит на этикетке. Этим пользуются очень многие не очень честные люди. Сейчас я вам расскажу, как они это делают. Они, например, приходят в магазин, и вот, допустим, на этой этикетке написано там, не знаю, 50 долларов. Рядом соседней лежит свитер, на нем, более дешевый, например, на нем приклеена этикетка 30 долларов. Значит, иногда вот эти вот, знаете, красные вот эти сверху стикеры, которые вот показывают цену, их можно как-то так аккуратненько отклеить и приклеить на этикетку от другой вещи. Не во всех магазинах. Вот, например, здесь, в Массиму, это совершенно невозможно. Она приклеена намертво, ей совершенно невозможно оторвать и отклеить. Не то, чтобы я пробовала, но просто как бы это видно, абсолютно видно. А есть магазины, в которых их так лепят, знаете, на кокучку так по-быстрому. И, в принципе, они так приклеены, что ее можно так ногтем подцепить и, значит, приклеить к другой вещи. И когда вы несете на кассу эту вещь, то очень часто кассирша, когда сканирует, и она видит, что эта этикетка не от этой вещи, она может вам сказать, что вы знаете, это не от этой вещи этикетка. И это была ошибка. Видимо, она не говорит, что это вы переклеили, она говорит, что это кто-то может сделать, то есть продавцов ошибся или что, но мы вам не можем продать по этой цене. Но это определенные магазины, это стоки там, где очень дешевые вещи. И, в принципе, как бы, ну, приходят такие определенные, такие люди определенные, которые вот такими вещами запросто занимаются. Есть магазины более такие, например, Zara, например, я не говорю, что Zara там дорогой магазин, но это большая сеть, понимаете, они как бы никаких игр не играются ни с кем. Тем более Massimo Dutti, тем более, ну, вот какие-то более дорогие магазины, они сто процентов вам продают вещь по той цене, которая приклеена на этикетке, неважно даже, если она не стоит дороже. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, потому что это видно, что ее невозможно было оторвать с другой вещи и приклеить, а во-вторых, потому что они как бы придерживаются вот этой вот политики, они изначально верят покупателю, они понимают, что это была их ошибка, что они приклеили неправильную этикетку на эту вещь. Ну, она позвала своего менеджера, так положено, менеджер принимает это решение, та, конечно, без слов пробила мне вот по этой цене 29,99. И я, значит, на 10 долларов получила, что я купила его дешевле, но это еще не все. Я осталась с менеджером, которая стала уже как бы меня обслуживать, и следующий шел пиджак, терракотовый обалденный пиджак, вы его помните, я примеряла, сейчас одну минуту. Вы, наверное, все помните этот пиджак, вы, наверное, все помните, какой восторг я пришла от цены по отношению к тому, какого он качества, я напомню, что этот пиджак сделан из стопроцентной шерсти и подкладка стопроцентная вискоза. Я, конечно, когда увидела цену, я тоже очень удивилась, потому что цена была, ну, просто удивительно низкая для такой вещи. То есть вот он стоил 280 долларов в магазине. У меня, наверное, получается наоборот. Ну, в общем, вы видите, 280. Здесь он стоил 89, и причем я примеряла пиджак более дешевый, который стоил 129 на тот момент. Ну, в общем, короче, очень хорошая цена. Я, конечно, не смогла его оставить в магазине. И я вот на кассе, значит, началась вот с этого вот свитера, который оказался с неправильной этикеткой наклеенной. И потом она взяла в руки этот пиджак, она мне его пробила, положила в мешочек, ничего не сказала. И я там купила другие остальные вещи. Тоже сейчас покажу. Вы их тоже видели, но покажу все-таки. И я вот такая радостно, довольная, пошла домой. Придя домой, я решила посмотреть на их веб-сайт. Я не знаю почему, ну, просто я подумала, такие хорошие вещи за такие дешевые деньги. Надо посмотреть, может, что-то есть на веб-сайте, потому что в магазине обычно всего меньше. И я полезла на их веб-сайт. И каково уже было мое изумление, когда это было в тот же день. Я не знаю, сколько этот пиджак стоит сейчас, если он еще есть в наличии. Надо будет посмотреть, кстати. Сейчас, минуту. Короче, я его проверила. Он до сих пор стоит столько же, сколько он стоил в тот день, когда я его купила в магазине. Так вот, придя домой, посмотрев на их веб-сайт, я нашла этот пиджак. Я сделала скриншот, и я поставлю вам его сбоку на веб-сайте. Этот пиджак стоит 199 долларов. А я купила его за 89, на 100 долларов дешевле. То есть, вы представляете, это вообще уму непостижимо. Я не понимаю, как это возможно. Я не знаю, почему она мне ничего не сказала, менеджер уже на кассе. Может быть, после этого свитера она как бы решила, что нет смысла мне говорить, что цена этого пиджака намного выше. Потому что они, когда сканируют, они видят цену на кассовом аппарате. То есть, она 100% видела, что он стоит дороже. И то же самое произошло с этим свитером. Поэтому они мне об этом сказали. Но, может быть, после свитера она, просканировав этот пиджак, сразу сделала мне цену такую же, как написано на этикетке, 89 долларов. Потому что уже как бы, ну что уже, припираться. Уже был такой прецедент, и она уже мне как бы пошла на встречу с этим свитером. То же самое с пиджаком. Ну, это вообще удивительно фантастическая вещь. Я вообще не понимала, как это могло произойти. Я понимаю, что кто-то в магазине сделал ошибку, сканируя вещи и прикрепляя к этикетке стикер с неправильной ценой. Я совершенно не понимаю, как это может быть. Потому что ошибиться на 100 долларов. То есть, 89 долларов я за него заплатила. 89 долларов написано на этикетке. А его цена 199. 99. Представляете себе? Вот как так можно было ошибиться? Я не знаю. Конечно, эта ошибка пошла мне на пользу. И я с удовольствием очень рада тому, что это произошло. Потому что иначе я бы за 200 долларов, я бы его точно не купила. А за 90, как бы, чисто шестерный пиджак. Да, тем более, такой красивый. Да, тем более, такой замечательный. Который совершенно не имеет необыкновенный цвет. Который, ну просто шикарный цвет. Знаете, не очень яркий. Не очень броский. Но в то же время он не скучный. То есть, он как бы не красный. Такой пожарная машина. Я вот, кстати, бусы надела в тему к нему. Чтобы вот примерять с ним. Вы помните эти бусы? Я их в Second'е купила. Тоже какого-то очень дорогого датского или шведского какого-то бренда. Бижутерного. И вот они у меня лежали, лежали. И сейчас я подумала, о, как классно к этому пиджаку. Они, например, точно подходят. Вот. Вот такая вот история произошла. То есть, мне жутко повезло. Невероятно мне повезло. Я вообще как бы человек... Я никогда не выигрывала в лотерею. Я не могу сказать, что невезучий. Боже, спасибо. Тьфу-тьфу-тьфу. Я не буду жаловаться ни на что. Но у меня никогда не было, вы знаете, вот халявы, что называется. Вот чтобы я там выиграла в лотерею. Или чтобы вот найти деньги. Или вот как-то вот что-то. Мне всегда на деньги... Все-все у меня в жизни хорошо. Но у меня никогда не было такого, чтобы у меня какие-то халявные деньги обломились. Мне вот просто так. Или вообще какая-то вот такая вот, знаете, халява. А тут вот просто вот такая вот невероятная удача. Я понимаю, что это купиджага. Это только тряпка. Но приятно, согласитесь. Тем более, что я очень хотела им обладать. А и тут вот, пожалуйста, такая удача. Что же еще я купила? Еще я купила вот этот розовый свитер. Я тоже его примеряла. И вы тоже его видели. Он очень приятный. И на ощупь, и по цвету. Знаете, такой хороший розовый такой. Не детский, а... Ну, может, совсем чуть-чуть детский. Ну, в общем-то, приятный цвет, освежающий такой к кличку. Знаете, чтобы вот... Розовая роза. Тут уже никаких сюрпризов у меня не было. Он стоил 50 долларов, этот свитер. Причем на его сайте я его не нашла. Я даже не знаю, сколько он стоил в оригинале. Я подозреваю, что, наверное, в районе... Ну, там 150 или что-то такое. Так, во всяком случае, в массе обычно стоят вещи. У него очень хороший сустав. У него 17% шерсть, 17% альпака и 68% вискоза. То есть, в нем нет никакой синтетики. Он очень такой мягенький, приятный. На ощупь и к телу. За счет того, что не 100% шерсть. Потому что чисто шерстяные вещи. Кстати, вот этот бежевый свитер, который 95% шерсти и 5% кашемира, он тоже совершенно не колется. Он такой, знаете, ну, прямо очень хорошо, приятно к телу. И вот этот тоже совершенно ничего не колется. Ничего, нигде никаких проблем с ним нет. Причем написано, что он сделан из итальянской ткани. Сделан ниток, пардон, не ткани, ниток. Он сделан из итальянских ниток. Он сделан в Португалии. Это размер ларч я взяла. Сейчас я не помню. По-моему, размер у меня тоже ларч. И он такой свободненький. Пиджак у меня 42-й европейский или 10-й американский. И вот этот свитер ларч, он довольно свободный. Он такой объемненький. Нигде не жмет, не давит. Очень хорошо. Я очень довольна. И 50 долларов прекрасная цена для такой красивой вещи. Ну и, конечно же, девочки. Кто меня смотрит и знает. Может быть, это не самая рациональная покупка. Может быть, мне не надо было ее совершать. Но я не человек рациональных покупок. Мне нравится, я покупаю. Нет, не так. Не правда. Мне нравится, я покупаю, когда это такая цена, которую я, во-первых, могу себе позволить. Во-вторых, она reasonable, как это называется по-английски. То есть цена, ну, я даже не знаю, как это перевести, но имеющая смысл. Ну, вот так, да. То есть цена, которая не является чем-то нереальным для этой вещи и для моего бюджета. Поэтому, если мне что-то очень нравится, то я иногда делаю какие-то компромиссы с тем, что мне эта вещь не очень нужна. У меня миллион платьев, причем разных всяких и купленных в разных магазинах, при этом более дешевых. Это платье сделано из стопроцентной вискозы. Оно необыкновенно имеет красивую расцветку, очень красивый цвет, очень хороший фасон. Некоторые девочки написали, что у меня платье полнят. Некоторые девочки написали, что, в общем, ну, разные вещи. Ну, короче, дело не в этом. Да, стоило оно 80 долларов. Это не дешево для такого платья. Ну, представляете себе, что за 90 долларов я купила чистый шерстяной пиджак. И вот это платье за 80 долларов. То есть это, конечно, не очень разумная покупка относительно цены и вообще всего. Но мне оно нравится. Я давно на него смотрела, я его примеряла. А сколько оно стоило до уценки, девочки? Давайте посмотрим. А непонятно. А цены нету никакой, ни до уценки, ни после. Ну, так вот получилось. Не приклеили никакой стикер к нему. По-моему, оно стоило в районе 199, в районе 200 долларов или что-то такое. То есть хорошая скидка уже, конечно, но, опять же, повторюсь, цена вот шерстяной свитер за 50, это да, пиджак, да. А вот это, конечно, тряпка, вискоза, но тряпка, которая не стоит 80 долларов. Но я давно на него положила глаз. Я его несколько раз примеряла в магазине и мне оно очень нравилось. Я просто ждала, когда оно немножко подешевеет. И вот оно подешевело. На выписайте, кстати, их уже нет у них. Я думала, поотслеживаю. Может быть, куплю дешевле, а это сдам тогда. В магазин, но нет, нет его. Ну, может быть, я зайду в магазин, еще буду вот на следующей неделе на работе и заеду туда. Может быть, они уже подешевели. Надо посмотреть, почему у них сейчас платье. И, может быть, будет такое же платье, такого же размера. Потому что, кстати, расскажу вам такую вещь. У нас в Канаде делают, называется, price adjustment. То есть, если вы купили какую-то вещь, допустим, и она через 10 дней, по-моему, в течение 10 дней. Ну, в разных магазинах по-разному. Она стала дешевле. То есть, вот я купила платье за 80 долларов, например, а на завтра оно уценилось и стало стоить 50. Я могу, мне не обязательно покупать новое платье, а сдавать это. Девочки, я смотрю в сторону, у меня там окно. И у меня там иногда проезжают машины, подъезжают. И я там, какая-то жизнь кипит. Поэтому я иногда так отвлекаюсь глазами. Уже не первое видео для этого, вы заметили. Может быть, это неправильно для блогера, так не надо делать. Но у меня так машинально получается. Так вот, вы можете прийти в магазин, и вам не нужно покупать платье более дешевое, сдавать это. Тем более, что иногда нету в наличии вообще, или нету в наличии вашего размера. Вы можете просто подойти на кассу, и вам сделают с этим же платьем, вам сделают как будто бы возврат, и как будто бы продадут по новой цене, по более дешевой. Я не уверена, что в Massimo Dutti это делают. Я не уверена, что это делают в масс-маркетах. Хотя Massimo Dutti в масс-маркетах более высокого ранга. Надо, кстати, мне проверить это дело. Может быть, мне удастся так сделать. Но надо узнать насчет Massimo Dutti. Я не знаю. В Zara это точно не делают. Допустим, в некоторых таких стоковых магазинах это тоже не делают. А в более дорогих магазинах это делают. Делали раньше, в всяком случае. Я не знаю. Может быть, сейчас правила поменяются. И каждый магазин имеет там количество дней. То есть, если вы, допустим, купили платье, потом пришли через месяц и говорите, сделайте мне более дешевую цену. Нет, вам не сделают. Но, по-моему, 10 дней или 2 недели, или неделю, там по-разному в разных магазинах они делают такие вещи. Это называется price adjustment. И это практикуется, в принципе. Вот поэтому я не теряю надежду узнать Massimo, если они это делают. И, возможно, у меня получится. Все, девочки, вот такое видео. У меня, да, я ничего не забыла. Кажется, нет. Я, по-моему, ничего больше не купила. По-моему. Ну, мешок, во всяком случае, пустой. Все, девочки, вот такое видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вас позабавил мой рассказ о том, как я, можно сказать, обманула Massimo Дутину. Но это не я обманула. Как бы так получилось, сложились обстоятельства, что в этом нет моей, так сказать, никакой хитрости и никакой моей вины. Но, в принципе, получается, что да. Все. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам было интересно и вам понравилось, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Вы поддержите таким образом мой канал. Поделитесь с друзьями, со своими, со знакомыми, если вам нравится то, что я делаю. Нравится мой канал. А на сегодня все. С вами была ваша Дита из Канады. Люблю, целую. Пока, пока, бай.